Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Екатерины Голикова и Михаил Эверстов у микрофона редактора Сергея Антонова. История добровольческого движения в нашей стране началась еще во времена Древней Руси. Сперва это была благотворительность, взаимопомощь, а затем уже попечительство. Затем добровольцами стали называть патриотов, которые отправлялись на фронт. В советские годы добровольцы ехали на стройки века. Сам же День добровольца или волонтера, как праздник, был утвержден указом президента лишь в 2017 году. И его задача – обратить внимание на важность этой деятельности, развивать добровольческое движение, вовлекать в него подростков и молодежь. Чтобы поговорить о том, как развивается добровольческое движение в нашей республике, какую помощь ему может оказать государство, как можно вступить в ряды патриотов, мы пригласили сегодня в студию прямого эфира заместителя министра по делам молодежи и социальным коммуникациям нашей республики Любовь Николаевна Клюкина. Здравствуйте. Здравствуйте. И волонтеров – это Степан Тимофей Сильвестров. Добрый день. Добрый день. И Василий Потапов. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК САХА. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии – 32 00 66 и 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Мне кажется, что День добровольцев – это праздник невероятных людей, которые вдохновляют своим личным примером и, конечно же, посвящают свое время добрым делам. Итак, объясните нам, пожалуйста, кого мы можем называть добровольцем или волонтером. Всем добрый день. Меня зовут Тимофей Сильвестров. Ну, волонтером мы можем называть добровольцем, скажем так. Это слова-синонимы, но есть одно «но», скажем так. Волонтер – это у нас западное слово, а доброволец – это у нас русское слово, которое мы пользуемся. И мы в последнее время называем себя добровольцами. У нас существует в России законодательство, которое регулирует понятие добровольца, и оно у нас официально существует с 1995 года. На данный момент вообще понятие добровольца развивается как институт общества. И добровольцем мы можем назвать человека, который своим трудом, своим временем помогает людям делать добрые дела. То есть прямо слово «добрая воля». Ну, в соответствии с законом доброволец имеет право на горячее питание, на транспорт, также имеет право на средства индивидуальной защиты, экипировку и возмещение расходов. Вот это определение, которое дано в законе. А как можно стать добровольцем? Чтобы стать добровольцем, во-первых, нужно быть 18-летним и зарегистрироваться на сайте, называется Добро.ру, и выбрать направление, в которое вы хотите помочь. У нас существует несколько направлений. Основные из них — это волонтеры-медики, волонтеры культуры, волонтеры победы, ну и эко-волонтеры. Хорошо. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Что у нас сегодня представляет собой добровольческое движение в нашей республике? По каким направлениям оно развивается? И сколько у нас всего человек, которых мы называем патриотами-добровольцами? Ну, на этот вопрос я могу ответить. Вообще считается, что у нас в республике порядка 60 тысяч добровольцев, потому что добровольцем мы можем называть даже человека, который вот еноразово сделал какое-то доброе или благотворительное дело. Ну, конечно, лучше всего учитывать такое системное добровольчество тех людей, которые системно занимаются добрыми делами, входят в общественную добровольческую организацию. Таких организаций у нас больше 150 в республике. Добровольчество у нас имеет определенную историю в республике. 10 лет нашему центру по работе с волонтерами, 10 лет назад он был создан на базе подготовки к играм «Дети Азии». И был создан как центр событийного добровольчества, то есть объединял тех людей, которые помогают при подготовке событий. Много лет подряд добровольцы только и занимались тем, что помогали в проведении различных чемпионатов, крупных фестивалей и так далее. То есть вот те люди, которые встречают, помогают. Много лет центр работал над тем, и наше министерство над тем, чтобы понятие добровольчества внедрить вообще в понимание людей, чтобы ушло вот это понятие, что добровольец — это тот, который улицу метет и мусор собирает. Что всё же это более широкое понятие. И вот несколько лет подряд, к счастью, началось развитие добровольчества по направлениям. То, о чём говорил Тимофей как раз-таки, да? Теперь у всех уже, думаю, на слуху, есть понятие «волонтёры победы». Все уже слышат о том, что есть у нас волонтёры-медики, которые сейчас в том числе помогают даже в красной зоне, работают с больными коронавирусной инфекцией, да? Проводят очень большую такую профилактическую работу с населением. Все знают сейчас уже о волонтёрах, которые помогают животным. У нас эти добровольческие движения суперсильные, их несколько в республике, в том числе в районах есть. Все теперь уже только-только набирают обороты движения волонтёров культуры. Кроме этого, есть понятие такое, как «волонтёры исторического наследия». Оно такое тождественное с волонтёрами культуры, но всё-таки ребята занимаются несколько другим направлением. И самое важное, что во всех этих направлениях мы теперь определили координаторов направления, это персонали, это люди, которыми мы очень гордимся, да? Центр по работе с волонтёрами — это Айлан Винокуров, который этим летом ещё и был сопредседателем штаба... Оперативного штаба. Да, 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 оперативного штаба. Волонтёры-медики — это Алёна Кычкина. Она у нас координатор по Дальнему Востоку волонтёров-медиков, не только по республике. Волонтёры культуры — это Ирина Тергулёва. Она объединяет вообще все районы и сделала хорошую такую структуру. Волонтёры Победы — это Алгыз Петров. И сейчас вот эти вот ребята не смогли прийти сюда, потому что сейчас они находятся на всероссийском мероприятии премии «Мы вместе», где мы очень надеемся, что ребята получат награды за свою работу. Есть ещё направление в волонтёры-экологи, но вот какого-то такого центрального лидера мы, к сожалению, пока назвать не можем. Также у нас развивается серебряное добровольчество в республике. Буквально на днях мы достигли договорённости с учреждением Министерства труда и социального развития, ресурсным центром Победы, что они будут нам помогать курировать это направление. Серебряные добровольцы — это люди от 55 лет, которые занимаются добровольчеством. Тимофей сказал, что добровольцем могут стать люди от 18 лет. Вот тут я немножко с ним не соглашусь всё-таки, потому что на самом деле добровольчество, оно подвластно абсолютно всем возрастам, от младенчества до окончания жизни. И мы сейчас активно развиваем в образовательных учреждениях добровольческие центры также. И от 7 лет ребятишки уже могут записаться в добровольцы. Есть такие добровольческие клубы. Нам в этом очень хорошо помогает Министерство образования и науки республики. То есть добровольчество обрело теперь за эти 10 лет очень такое системное наполнение, системный подход, мы этим можем гордиться. А связаны ли между собой, на ваш взгляд, благотворительность и волонтёрство? Да, безусловно. Но нужно понимать, что те люди, которые занимаются благотворительностью, имеется в виду, организовывают благотворительные акции, они, да, добровольцы. Потому что чаще всего они не получают оплату за свой труд и действуют просто от сердца. А люди, которые принимают участие в благотворительности, то есть просто, например, там отправили, например, средства в помощь кого-то или, например, что-то собрали, то, конечно, их мы не можем называть добровольцами. Это просто добрые неравнодушные люди. Но так или иначе, это довольно-таки тождественные понятия, в корне которых стоит понятие добра. Добра, то есть так или иначе, все эти люди совершают добрые дела. У нас в республике, это отмечают на всех уровнях, люди очень добрые. Очень добрые, об этом говорят и большое количество акций, да, то есть мы очень сплоченно помогаем, да, нашим соотечественникам, тем, кто живут рядом с нами, да, очень активно готовы оказать помощь. Поэтому это одинаковые понятия, но немного различаются вот по направлениям. И я хотела бы, чтобы вы рассказали о республиканском волонтерском корпусе. Ага, вот. Республиканский волонтерский корпус, он появился у нас в марте месяца 2020 года, уже прошло вот полтора года. И хочу отметить, что наш республиканский корпус, который в республике есть, он в России один из тех, который не переставал работать. Вот. Видеоконференции я заведен с федеральным центром. Многие, они переставали работать между волнами, а наш, скажем так, корпус не переставал работать. Ну, скажем так, самый пик работы, конечно, пришелся на первую волну, когда никто не знал, что такое вот коронавирус. Все боялись, все сидели дома, мы все это отлично помним. Вот. И тогда все происходило очень быстро. Ну, нужно было действовать быстро, да. Вот. В день у нас заходило до 150 заявок. То есть заявки — это звонки от людей, которые... Это люди, которые остро нуждались в помощи. Да. Самоизолировались, пожилые, одинокие, или же люди, которые не могут передвигаться. Вот. И волонтеры, вот, это те люди, которые... Их заявки принимают, ездят по магазинам, покупают продукты, покупают лекарства, а иногда даже ходили, вот, оплачивать им ЖКХ, или же ходили по некоторым делам их нужным, да. Вот. Иногда вот ходили просто к ним на дачу помочь, да. Вот. У нас доходило вплоть до того, что у нас заходило 150 заявок в день, и 150 заявок в день мы выполняли. То есть у нас... Это очень большое. У нас более 40 тысяч заявок было, вот. И ни одну заявку мы не отклонили, вот. Вот. Также в прошлом году, в мае месяце, у нас была очень большая акция, вот, однократной продуктовой помощи. Наверное, многие помнят, когда вот 20 тысяч человек, пожилых, получили продуктовый набор, вот. То есть мы закупали эти продуктовые наборы и развозили их. Вот. Нам в этом постоянно помогало и наше министерство, и правительство, вот, администрация главы правительства выделяла нам транспорт, вот. Вот. В общем, везде помощь была нам указана. Вот. Постоянно отправляли нам маски, антисептики, вот. И, конечно же, потом, вот, акция не перестает действовать. Вот буквально Василий сегодня сходил на заявку. Василий, расскажешь об этом? Да. Пожалуйста. Куда Вы сегодня ходили? Чем занимались? Еще раз. Добрый день. Ага. Ну, например, сегодня у нас было 3 заявки на Советском округе для доставки лекарств, медикаментов, да. У одного окружения было, как бы сказать, лекарство для инсульта, и мы, как бы сказать, резко, оперативно выехали туда, в Советский округ, поехали потом в другой средний округ за лекарством, сахамедформацию, и привезли ему. Ну, там еще были заявки на оставку продуктов и газеты. Вот. Ежедневно, примерно, пока что поступали под 2-3 заявки именно по городу Якутску, и, в принципе, вот так вот. Ага. И буквально вот с такой, с выполнением этой заявки Вы пришли к нам сегодня в студию, да? Да, именно так. Ну, это действительно здорово, дорогие друзья. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о добровольческом движении в нашей республике. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим об актуальности добровольческого движения, о том, как начать свой путь в этом направлении, а также о том, каким должен быть волонтер, чтобы изменить общество к лучшему. Итак, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 и 32 11 66. А я напомню, что у гостей нашей студии сегодня заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям нашей республики Любовь Николаевна Клюкина и волонтеры Тимофей Сильвестров и Василий Потапов. Ну что же, а вот как государство может, например, помогать, поддерживать добровольческие инициативы? Ну вообще сейчас единая система поддержки, я сегодня много говорю про систему, да, единая система поддержки в целом общественных организаций, и она напрямую связана с грантовой поддержкой. То есть это грантовые конкурсы, которые проводятся на разных уровнях для того, чтобы общественные организации могли в свободном формате заявиться со своими проектами и получить поддержку. В первую очередь нужно сказать, что у нас есть федеральный проект образования, в рамках него есть региональный проект «Социальная активность». И в рамках этого, опять же, проекта есть конкурс под названием «Регион добрых дел», который проводится ежегодно. Мы заявляем проекты общественных наших организаций для участия в этом конкурсе и получаем федеральное финансирование. На этот год наши ребята принесли в бюджет республики из федерального бюджета порядка 5,5 миллионов рублей. Это очень большая сумма. Это четыре у нас разные организации получили это финансирование на реализацию своей деятельности. Но нужно отметить, что эти организации должны быть официально зарегистрированы. Это важно. Кроме этого, есть конкурс федеральный фонда президентских грантов. Там есть отдельное направление развития добровольчества. В рамках этого конкурса ежегодно наши организации также получают финансирование. Так, например, на этот год волонтеры-медики получили больше тоже 5 миллионов на свои проекты. Это очень-очень большой перечень проектов, в том числе с выездом в районы республики, проведение профилактических акций, связанных с днем борьбы с курением, день борьбы со спидом и так далее, и так далее, и так далее. То есть профилактически интересное в интересном формате, в онлайн-формате. Это и подкасты, это и различные игры, квизы и так далее. Ну и в целом оказание вообще непосредственной помощи. И через вот эти гранты организации добровольческие могут направить средства себе на свою внутреннюю работу, да, на организацию работы. Это тоже важно. Кроме этого, у нас есть наш грантовый конкурс республиканский, гранты главы республики Саха-Якутия на развитие институтов гражданского общества. В этом году на весь конкурс у нас было предусмотрено 103 миллиона рублей, причем 42 миллиона — это средства федерального бюджета, что тоже важно. У нас есть там отдельное наше направление, направление под названием «Развитие волонтерско-добровольческой деятельности». Семь проектов мы в этом году поддержали на сумму больше, чем 6 миллионов рублей. Это очень разные организации. Я вот хотела бы даже перечислить, да. Да, это, например, Якутское городское детское общественное движение «Юный горожанин» с проектом «Киберволонтеры ЕКТ. Новые вызовы». Они работают в интернете. Мы вот сейчас ожидаем уже от них определенные результаты по контрольным точкам, да, чего они достигли. Это общественная детская организация Нюрбинского района «Надежда Нюрбы» с проектом «Районное школьное волонтерское движение «Позитив» с много «Ф», причем в названии. Это организация «Счурапчи», организация родителей и преподавателей в области улучшения качества преподавания сети. У них был проект «Мобильная IT-школа» в рамках добровольчества для сельхозработников в Черопчинском Улусе. Даже вот так интересно, да. Ну, то есть вот организаций много. Вот «Ус-Алданский Улус», организация «Единство». У них добровольческая инициатива в рамках вообще всего года с огромным охватом. Организация «Графский берег», проект «Твори добро», знаете, наверное, да? Да, 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 которые кормят людей, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Они также являются получателями нашего гранта. Ежегодно, да, вот эти вот средства разыгрываются. Ежегодно у нас огромный поток заявок. Мы стараемся суммы поддержки увеличивать. На будущий год, к сожалению, уже конкурс по регионам добрых дел прошёл, и мы не получили на 22-й год финансирования. Ну, провели тоже такую работу над ошибками с организациями, поняли, в чём, где у нас проблема, да. Но гранты главы и фонда президентских грантов, они будут. Гранты главы будут в середине февраля. Поэтому мы приглашаем добровольческие организации принимать участие в грантовых конкурсах, регистрироваться и официально заявляться и получать конкретную финансовую поддержку. Абсолютно верно. Кроме этого, мы безвозмездно оказываем информационную поддержку, размещаем информацию на своих информационных порталах, да, и имущественную поддержку сложнее, но тоже готовы помочь. И в районах коллеги помогают добровольческим организациям, тоже деньгами, грантами и помещения выделяют. Вот прямо несколько примеров. В Алдане суперпомещение есть у добровольцев, которое прямо на безвозмездной основе предоставлено для работы. И так далее. Вот в таком формате. Любовь Николаевна, у вас богатый опыт работы с молодежью. Вот на ваш взгляд, насколько выросла гражданская активность нашей молодежи. Ну, мы понимаем, что за последние несколько лет вообще информационная повестка, она очень сильно изменилась. Наконец-то у нас появились вот эти вот наши герои, да, добровольцы. Очень много сделано для того, чтобы понятие доброволец было, чтобы доброволец-гордость, да, добровольцам быть почетно и важно. Появился, опять же, федеральный закон, да, поэтому с возросшим вниманием официальных властей к этому вопросу, да, я могу оценивать то, что возросло внимание и желание молодых людей участвовать в добровольческом движении. Я очень надеюсь, что это внимание, ну, то есть, что это желание очень искреннее, не связано с тем, что за добровольство добавляются баллы к ЕГЭ, кстати, да, и не связано с тем, что там можно получить благодарственное письмо. Есть, конечно, и такие люди, но на самом деле это небольшой процент. Желание быть добровольцами возросло на 100%. Хорошо. В последние годы у нас появились тематические организации, вот как мы говорили, волонтёры культуры, серебряные волонтёры, волонтёры победы и так далее. А какая работа проводится с целью поддержки и распространения лучших добровольческих практик? Вот мы говорим, что цель Дня добровольца — это ещё и пропаганда, чтобы наша молодёжь, наши подростки примыкали к этому движению. Ну, в первую очередь, конечно, нам нужно выстраивать работу с муниципалитетами, потому что молодые люди живут там, на местах, и привлекать их мы можем только совместно с нашими специалистами отделов молодёжной политики районов. Для этого мы проводим ряд семинаров, в том числе вот сейчас уже в завершении года будем делать курсы повышения квалификации, где будем также затрагивать эту тему, снова проговаривать, да, все эти моменты. И вот за несколько лет такая системная работа, она уже выстроилась. У нас телефонный звонок, давайте его примем и продолжим. Алло, добрый день. Алло. Хорошо, мы слушаем вас, ваш вопрос. Я не очень слышу вопрос, это, скорее всего, высказывание, да, о том, что нужно поддерживать северные, да, улусы, арктические. Да, о том, что нужно поддерживать северные улусы, что там очень бедный ассортимент в магазинах, да, но это всё-таки не зависит от деятельности наших волонтёров. Да, конечно, но что можно сказать по арктической зоне, единый ресурсный центр, который у нас работает, да, на территории республики, у них есть проект по работе с арктической зоной для того, чтобы там как раз-таки регистрировать общественные организации, повышать их проектную культуру, чтобы они участвовали в конкурсах. У нас тут есть очень прям такие звёздочки в некоторых районах, и коллеги из Арктики уже также не так активно, как, например, центральная, да, группа улусов, конечно, но принимают участие в конкурсах, получают финансирование и решают свои социальные проблемы на местах через это. Но эта работа, вот она проходит вот буквально вот в этот период, да, то есть совсем недавно начата, и вот сейчас идёт её реализация. У нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Алло, могу говорить, да? Да, 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 говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Это из города Вилюска, Николаева Наталья Семёновна. Вот я хочу задать такой вопрос. Ну, конечно, развитие волонтёрского движения в наше сложное время, это, конечно, очень актуально. Поэтому я хотела бы вот этих молодых людей, которые занимаются волонтёрством поблагодарить. во-первых, я сама человек пожилого возраста, живу в Вилюске, я тоже не раз получала вот эту волонтёрскую помощь. У нас тоже тут в Вилюске это дело развито, я думаю. Ну вот, я хотела бы спросить, помимо вот этого волонтёрского дела, вы чем занимаетесь? Учитесь, работаете или как? Хорошо, у меня это вопрос героя нашей передачи. Ну, дело это, конечно, очень-очень важное, в наше очень сложное время. Хорошо, спасибо вам за вопрос. Ну, давайте, наверное, попросим наших гостей рассказать об этом, да? С Тимофеем начнём. Пожалуйста, расскажите нам о себе, вы работаете, учитесь, кроме того, что занимаетесь волонтёрской деятельностью. Я сейчас учусь, студент, но помимо этого также работаю, вот, репетитором, вот, тоже детям помогаю готовиться к экзаменам, вот, ну, как вообще в последнее время происходит, ну, бывает, что хожу в поликлинику, да, или по делам хожу, и нам в группу пишут, вот, появилась заявка по этому адресу, кто может выполнить какое-то время, и вот, у нас там очень много людей в группе сидят, у нас много групп, вот, и вот, принимаем эти заявки, в принципе, это у нас много времени не занимает. То есть прямо на ходу вы можете принять заявку, сходить, помочь, может быть, отнести лекарства и так далее. Буквально недавно в поликлинике сидел, вот, написали, вот, сказал, что вот, после капельницы приду, вот, капельницу получил, и вот сразу пошёл, там бабушка заказала, ну, сметану, продукты, фрукты, овощи, вот, буквально такие простые заявки, вот, ну, конечно, бывают такие сложные заявки, это пойти в какую-то поликлинику, взять рецепт, или же пойти домой взять рецепт. Бывает так, что человек сидит в пансионате, да, и туда нужно, вот, попросить транспорт, и для того, чтобы попросить транспорт, нужно заранее договориться, вот, ну, транспорт нам выделяют, вот, ну, такие сложные заявки мы стараемся выполнить с утра, вот, а остальное потом. Ну, тем не менее, вот, получается, что вы учитесь, вы ещё подрабатываете, ещё и помогаете людям, находите время на волонтёрство. Вообще, нас, волонтёров, мы все очень разные, вот, нас очень много, на самом деле, и мы все разные, и, скажем так... Служите одной цели. Да. Нас это объединяет. Это самое главное, дорогие друзья. Сейчас мы проведём свою небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор о волонтёрстве, о добровольчестве. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами в программе. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим об актуальности добровольческого движения, о том, как начать свой путь в данном направлении, а также о том, каким должен быть волонтёр, чтобы изменить общество к лучшему. А я напомню, что гости нашей студии сегодня заместитель министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям нашей республики Любовь Николаевна Клюкина и волонтёры Тимофей Сильвестров и Василий Потапов. Итак, Василий, немного расскажи, пожалуйста, о себе. Ну, я, получается, сам родом из Верхианского района. В 2015 году переехал в Миринский район, окончил там кое-что, там работал, потом по приглашению переехал в Кобяйский район, там отработал как лидер молодёжи Кобяйского района, в вечернее время помогал в доставке продуктов, активно тоже организовывал работу. Сам являлся ещё патронатным воспитателем, трём детям-сиротам, получается, в течение двух декабря, когда я там был в Кобяйском районе. Потом в этом году вот недавно переехал в городе Курцк на повышение по приглашению на должность руководителя аппарата молодой гвардии Единой России. Сейчас, в данное время, тоже помогаю ежедневно по доставке продуктов. Продолжаешь активно свою волонтёрскую деятельность, теперь вы уже в городе. Да, благодаря своей активной жизни и позиции, я везде. Ну, это очень отрадно на самом деле, да? Кстати, вот давайте вспомним пожароопасный период 2021-го для нашей республики. Он действительно был очень тяжёлым, да? И знаем, что очень большую помощь в борьбе с огненной стихией оказали добровольцы. И был создан общественный штаб по тушению лесных пожаров, да? Я знаю, что Тимофей работал. Пожалуйста, об этом расскажи немного. Как лето прошло для тебя? С чего началась твоя деятельность? Ну, вот это было совсем недавно. Даже полгода ещё не прошло. Но мы все помним, да? На всех наших глазах всё это происходило в июне месяце, в июле месяце, да? И вот в середине июля месяца вообще даже паром перекрыли, да? Вот в Нижнем Бестях, Якутск. И вот это был тревожный звоночек для всех. Вот как раз в тот день я возвращался с Томпонского луса. Я был в горах. Там и даже в горах в Томпонском лусе, где, в принципе, как я думал, пожаров нет. Я отдохнул от дыма. Там был и пожар, и дым, да? Вот мой отдых был омрачен. По возвращению в город я не стал задумываться. И вот пришёл общественный добровольческий штаб, который был основан 18 июля Фанасием Павловичем Алексеевым. Наверное, все его знаете, да? Константином Фанасиевичем Борисовым, Александром Витальевичем Жироковским, Ольгой Григорьевной Григорьевой и многими другими. Вот ещё Айланом Васильевичем Винокуровым. Вот. Я что могу сказать про этот общественственный добровольческий штаб? Что, во-первых, это люди. Люди, которые имеют свою жизненную позицию, сделали свой выбор. Все эти люди представляют разные сферы общества. И когда мы только начинали свою помощь, хочу рассказать о человеке по имени Аил Джулруха. Наверное, многие знакомы с ним, потому что он много выходил и в Инстаграме, и по телевидению много рассказывал. Он был одним из первых человек, который начал об этом всем говорить. Вообще говорить. И вот он один из первых собрал группу и вот начал вывозить людей. Вот. Также ему помогала вот Гульнара Алексеева. Вот. Они собирают группу. То есть это всё происходило непосредственно у них. То есть у них был друг, у них в гараже собирали всё. Вот блогеры, общественники, бизнесмены приносили всё это. То есть это и лопаты, и бензопилы, и обувь, и ранцы. Это была просто инициатива людей. То есть это была инициатива, которую никто сверху не подавал, никто не просил. Это возникло само в людях. Вот. Люди начали это делать, да? Вот. То есть наше общество начало это делать. Затем это поддержали люди, которые умеют вот организовать, скажем так, большие мероприятия. Вот. И нашей большой помощью вот мы смогли собрать более тысячи человек, ну около 1200 человек на пожары отправить. Вот. То есть в 12 улусов были отправлены наши добровольцы, вот, которых мы экипировали, которых мы одели, еду выдавали. То есть вся эта помощь и экипировка, и еда, это была, скажем так, благотворительность, вот, то есть люди многие деньги перечисляли. То есть в общей сложности было перечислено более 30 миллионов рублей. Вот. Это и помогали бабушке, 100 рублей отправляли. И вот, например, Алроса тоже нам отправляла деньги, и сам Асин Сергеевич отправлял из своих личных средств миллион рублей. Вот. То есть очень много людей отправляли, слышали о нашей беде. Вот. Далее эти деньги аккумулировались, и мы закупали вот эту экипировку, которой не хватало. То есть мы выкупили все сапоги в городе, вообще буквально ни одного сапога не осталось в городе магазина, да. Все лопаты, бензопилы, генераторы и ранцевые лесные опрыскиватели также мы приобретали и все отправляли в лес, да. Вот. Также вот продукты. Вот. Также, ну, нам с транспортом очень сильно помогли. Вот. Наше правительство вот поддержало нашу инициативу. Вот. Мы постоянно находились в связи вот с оперативным штабом главным, да. Вот. То есть заходили к ним на конференцию, вот. Каждый раз постоянно узнавали, где горячие точки. Вот. И вот буквально за, скажем так, 24 часа мы собирали группу, да, в 3 часа узнавали, где нужны завтра люди. Сразу обзванивали всех людей, да, вот, рассылки отправляли. И буквально вот с 3 часов до следующего утра вот группу создавали, затем эти же люди уже приходили и подписывали договора. Вот. Договора подписывали, абмунирование получали и... Проходили инструктаж. Инструктаж получали, вот. Вот. И вот сразу в лес, вот на автобусе, да. Вот. Насчет их договоров, вот. Они все заключали договора, вот. И по этим договорам они вот должны получить зарплату. Вот. На данный момент, к сожалению, все еще не получили зарплату. Но уже вот я сижу в группах, люди уже начинают получать. Вот. То есть более половины уже получило. Но, к сожалению, вот хочу отметить механизм того, что вот зарплаты причисляются быстро, еще не налажен. То есть если в следующем году такое произойдет, и в будущем такое будет происходить, я считаю, что обязательный механизм оплаты вот должен, скажем так, на работам быть, да. Вот. Ну, эти финансовые, мне кажется, стороны должны как-то немножко решать другие люди, да? Да, да, да. Ну и тем более я хотела отметить, что есть процент добровольцев, которые отказались от оплаты, да, и сказали, что нет, мы вот добровольно пошли и помогали, поэтому мы не хотим получать. Да, 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 да. Есть такой процент людей, в том числе госслужащие, которые выезжали на тушение пожаров. Ну и вот также те, кто вот работали в штабе, они все работали безвозмездно. То есть более 200 человек, которые через нас прошли, вот 50 человек, которые постоянно работали, они все работали безвозмездно, то есть сами. Хорошо, и такой вопрос. Какие уроки вот вы для себя извлекаете, когда работаете действительно вот в горячих таких точках, когда нужно быть оперативным, когда нужно быть быстрым, постоянно держать связь, информацию? Ну, самый главный урок, который я вообще для себя лично понял, это нужно со всеми общаться, не бояться общаться, идти на контакт, вот. Я считаю то, что вот произошло летом является доказательством того, что у нас выстроилась один раз система, вот. Система общества, бизнес, власть, да, то есть когда и общество, и бизнес, и власть вместе работают в одной системе и помогают для общего дела, вот. То есть больше всего нужно общаться и больше всего нужно понимать друг друга и поддерживать друг друга. Хорошо, Василий, что вот для вас дает волонтерство? Ну, я сам активист по жизни, добровольец по жизни, везде участвую, вот тоже вот отмечу, что вот я сам участвовал в тушении пожаров на территории Кобярского района. Десять дней тушили пожарную территорию Ситинского Неслега. И вот для меня вот для такого именно урока, как бы сказать, просто вот сердце меня зовет помочь, помогать людям. Образ жизни. Образ жизни, стиль. Да, стиль жизни. Да, стиль жизни. Сейчас такой тренд, мода и вот такой. Можно даже с девушкой знакомиться, да, у меня спрашивает, так, ты как к добровольчеству относишься? Она говорит, я волонтер-медик, все, моя. Потому что большинство волонтеров у нас получается девушки везде участвуют. Кстати, да. Во всем мероприятиях. И вот ходишь, самому приятно, общаешься, знакомишься, на ваших контактах. Больше плюсов находишься. Больше плюсов, да. А какой опыт волонтерской деятельности был для вас самым ярким? Самым ярким, это когда вот провелся вот недавно Мусустер. Я был одним из организаторов фестиваля, да, помощник бригадири был с работой волонтерами. У нас было примерно 250 волонтеров, да, и мы контролировали, курировали каждое направление. То есть питание, проживание, работа с гостями, встречи, гостей. Вот все эти вопросы мы вот с утра до вечера работали на фестивале Мусустар. И очень благодарен именно вот организаторам Министерства молодежи за такую возможность именно. Такой масштабный фестиваль на территории Дальнего Востока, наверное, впервые, наверное, такой большой праздник. Большой праздник, да. Не только для молодежи, но и всему Дальнему Востоку. Тимофей, вот какие моменты для вас наиболее запоминающиеся вот вашей деятельности? Может быть, какие-то даже простые человеческие истории, но они вот запомнились и запали в душу. На самом деле, вот многое, что происходит, вот многое забываешь, но бывает такое, что я вот 9 мая ходил к ветеранам поздравлять, да. Вот, то есть многие организации, город и республика направили им подарки. И вот мы как волонтеры, вот мы все ходили в масках, конечно, вот вакцинированные все. И вот передавали вот эти подарки. И вот они просто открывали двери, говорили, заходите, чай выпьем, поговорим. И вот мы не можем, конечно, вот вставить их жизни под угрозу, вот, но бывает очень приятно, когда вот люди просто смотрят и благодарность выражают, вот. И такое часто случается со многими. Вот, то есть к бабушкам заходишь, они всегда, да, говорят спасибо, или обязательно печеньку или шоколадку дадут. Вот. Вот это, я не знаю, не передать это как-то словами. Душевное тепло, которое вам дали, да, Любовь Николаевна? Ну и буквально у нас несколько секунд остаются до завершения передачи. Какие пожелания у вас к Днём Добровольца? Ну и с ребятами вам поздравляем с грядущим Днём Добровольца, всех тех, кто причастен к этому, организаторов Добровольца, Добровольческого движения, самих волонтёров. Призываем принимать участие в мероприятиях, которые пройдут в этот день. Всю информацию вы можете увидеть на страничке нашего министерства, в Инстаграм, на сайте и на страничке Центра по работе с волонтёрами Добро ЕКТ. Поэтому приглашаем участвовать, принимать участие в Добровольческой деятельности. С праздником, друзья! С праздником! Спасибо вам за участие в нашей передаче. Дорогие друзья, это была программа «Я тут сегодня». Её подготовила и проявила и редактор Саркана Антонова. Всем доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok